МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 3 тысячи тонн овощей пополнит стабфонд в Карагандинской области. Сельхозпроизводители области готовы предоставлять в него часть своего урожая для того, чтобы помочь сдерживанию роста цен в межсезонье. В Карагандинской области очередной чиновник наказан за вождение автомашины в нетрезвом виде. Этот вопрос обсудили члены совета по этике. Огонь, друг и враг человека. Специалисты противопожарной службы проводят профилактические беседы с жителями частного сектора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Почти 3 тысячи тонн овощей пополнит стабфонд в Карагандинской области. По поручению Акима Карагандинской области Ирлана Кушанова в регионе формируют стабилизационный фонд. Сельхозпроизводители области готовы предоставлять в него часть своего урожая для того, чтобы помочь сдерживанию роста цен в межсезонье. Для пополнения стабилизационного фонда уже заключены договоры с несколькими крестьянскими хозяйствами. Пополнится запас овощей в фонде. Для этого приобретут 1800 тонн картофеля, 950 тонн лука, моркови, свеклы и капусты. Несмотря на сложный в погодном плане год, аграриям удалось собрать хороший урожай. В текущем году работа по закладке картофеля, лука, капусты и других видов продукции в стабилизационный фонд будет продолжена. И, к примеру, в прошлом году на формирование стабилизационного фонда по этим видам продукции мы не потратили практически ни одной, ни единой, ни копейки бюджетных денег. И благодаря поддержке наших фермеров государство их поддерживает. И как раз, что в межсезонье цены резких скачков не было, с фермерами поддержали в прошлом году нас. И в этом году надо будет эту работу продолжить. Особое внимание на аппаратном совещании уделили экспорту мяса. На сегодняшний день экспортировано 484,7 тонн мяса. На откормочной площадке сдано около 5000 голов скота. Среди девяти районов самый низкий показатель наблюдается в Улутауском. Чтобы решить эту проблему, планируется привлечь предприятие из Шымкента. Руководитель управления сельского хозяйства Саханжана Пакашев заявил, что на данный момент на продажу готово около 500 голов скота. В текущем году в Карагандинской области собрано более 1 миллиона тонн зерна, 363 тысячи тонн картофеля, 102 тысячи тонн овощей. Глава региона подчеркнул, что цены должны быть на постоянном контроле. На дни продовольствия товара, ГСМ, уголь, на тарифы. Вопросы есть, полностью разбирайтесь. Потом отдельно я вас приглашу. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области после жала предпринимателей усилили борьбу с черными копателями. Против расхитителей недр уже возбуждено 8 уголовных дел. И еще больше двух десятков материалов направлено для принятия решений в полицию. И департамент экологии. Вопрос с пресечением нелегальной добычи полезных ископаемых, песок и гравий, был поднят в мае на заседание комиссии по вопросам предпринимательства при Акимате области. После этого власти создали рабочую группу, в которую вошли представители правоохранительных органов и силовых структур, а также недропользователи. По результатам рейдовых мероприятий с июня текущего года по области выявлены и зарегистрированы 30 фактов незаконной добычи ОПИ. По Харажалскому району 10 фактов, город Жезгазган 5, Шахтинг-Нуринский район по 4, Абайский район Харажал по 2 и Жанаркинский район 1 факт. Из них по 8 фактам возбуждены уголовные дела по статье 334 Уголовного кодекса РК «Казахстан самовольное пользование недрами». Кроме того, органами внутренних дел в Департамент экологии направлены более 20 материалов по фактам незаконной добычи полезных ископаемых. Работа по выявлению пресечения незаконной добычи ОПИ продолжается, находится на постоянном контроле. Законные недропользователи отметили, что сегодня ситуация улучшилась. По словам предпринимателей, в регионе спрос на песчаногравийную смесь вырос на 60%. Это связано со строительной активностью. Устранение недобросовестной конкуренции пошло на пользу всем. Таких вопросов открытой добычи, как раньше было, системной. То есть это экскаваторная техника, большое количество автотранспортной техники, большое количество погрузочной техники. На сегодня этого всего уже у нас нет. Ну, хотелось бы, чтобы эта работа на этом не завершилась. И, в принципе, на сегодня же, с учетом того, что налог на добычу общей распространенных полезных ископаемых подняли почти в 25 раз, и он сегодня составляет порядка 100 тенге с одной добычей, добытой тонны полезных ископаемых, я думаю, что бюджет получит лишние полтора миллиарда тенге от законной добычи. Представители правоохранительных органов отметили, что за самовольное пользование недрами предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, либо крупный штраф до трех тысяч месячных расчетных показателей в зависимости от ущерба. Акимобласти Ерлан Кушанов поручил продолжить работу на системной основе. В Карагандинской области очередной чиновник наказан за вождение автомашины в нетрезвом виде. Этот вопрос обсудили члены Совета по этике. В городском Акимате состоялось заседание, в ходе которого были оглашены результаты профилактической работы среди государственных служащих. В Казахстане вождение в нетрезвом виде возглавляет список самых распространенных проступков чиновников. Акимы все чаще забывают, что правила дорожного движения должны соблюдать все без исключения. За подобные действия их часто отчитывают члены Совета по этике. В этот раз оправдываться пришлось Акиму поселка Кушока Бухаржавского района Кайрату Кусаинову. Уважаемый Совет по этике, я полностью признаю свою вину. Нарушение этики государственного случая в дальнейшем такого не повторится. Это был большой урок для меня. Первый раз за всю историю моей жизни. Также я хочу извиниться перед Советом за такое правонарушение. Если в первом вопросе участники заседания приняли единогласное решение о назначении строгого выговора, то рассмотрение следующего дела вызвало бурную дискуссию. Отдел ЖКХ Приозерска задержал оплату подрядчику, выполнившему посадку газона. Несмотря на подписание акта выполненных работ еще в мае 2017 года, подрядчик получил деньги намного позже. Данные нарушения повлекли за собой имущественные интересы государства. ТО, в свою очередь поставщик, взыскало из государства неустойку в размере 159 тысяч тенге за несвоевременную оплату. После долгих споров члены Совета по этике пришли к одному решению. За ущерб, принесенный казне, руководителю отдела ЖКХ Приозерска Айдарханову Тимирхану сделали предупреждение о неполном должностном соответствии. Если будем рассматривать как нарушение подпункта 11 статьи 50, то здесь минимальное неполном служебном соответствии, либо понижение. Понижение допускается только в случае, если есть нежестоящая вакантная должность. Слово? Да. У них есть, да? Нет, у них есть. Нету, да? Помимо двух дисциплинарных дел, участники заседания обсудили еще восемь вопросов касательно профилактики нарушений норм служебной этики. В ходе проверок было установлено более 29 тысяч нарушений законодательства о госслужбе. Председатель Совета Жан-Дос Арсенов отметил, что члены Совета не должны ограничиваться участием в заседаниях. В скором времени они начнут выезжать на места и принимать соответствующие меры для поддержания благоприятного климата в коллективах и предупреждения нарушений правил служебной этики. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Проект правил правописания казахского языка на латинской графике обсудили чиновники, учителя, школьники и студенты. В Караганде состоялось информационно-пропагандистское мероприятие среди представителей различных социальных групп. Его организатор – национальный научно-практический центр Тальказана. Разъяснение содержания и структуры орфографических правил, разработанных на основе нового алфавита. Формирование научно-познавательного мировоззрения, обеспечение позитивного восприятия населением реформы алфавита – таковы главные цели семинара, организованного национальным научно-практическим центром Тальказана. Ученые отмечают, что подобные мероприятия они проводят по всей республике. Без этих мероприятий невозможно эффективно провести лингвистическую реформу, так как лингвистическая реформа имеет свою специфику – охватывать все слои населения. Это за период независимого Казахстана такая реформа происходит впервые. И что самое примечательное, мы, когда ездим по городам нашей республики, видим, что население Казахстана, что наши граждане очень положительно воспринимают эту реформу. Отрадно, что молодежь к этой реформе полностью, можно сказать, даже 100% относится положительно. В ходе семинара участники разъяснили содержание проекта правил правописания. Кроме того, члены орфографических, терминологических и методических рабочих групп выступили с докладом о сущности перехода на новый алфавит. Ознакомили с принципами и основными новшествами правил. Особо внимательно столичных гостей выслушали карагандинские ученые-лингвисты. В семинаре приняли участие государственные служащие, работники организации образования, школьники старших классов, преподаватели и студенты вузов и колледжей, а также представители общественности. У них была возможность высказать свои предложения по вопросам правописания. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В третий четверг ноября в Казахстане отмечается Международный день отказа от курения. Уже несколько лет при поликлинике номер 4 действует антитабачный центр, где в год помогают бросить курить около тысячи карагандинцам. Юрий Алексеевич Веников – курильщик с большим стажем, более 40 лет. Выкуривал по две пачки сигарет. Юрий Алексеевич уже бросал курить два года назад, однако в результате житейских переживаний закурил снова. И все же он вернулся в центр. А сейчас вот я опять бросаю курить, но тянет сильно. Первый раз вот бросал, мне как-то легко прошло. А сейчас все равно тянет. Или почему, не знаю, еще и болею. И все равно я себе мечту сказал, что я все равно курить брошу. И вот уже 12 числа, если затерплю, значит будет месяц, как не курю. Специалисты отмечают, что табачная зависимость – это в основном зависимость психологическая. Но в случае с курильщиками с большим стажем, без медикаментов здесь не обойтись. Бывает, что если стаж очень высокий, то есть большой стаж, то сначала помощь идет на уровне снижения. И потом, допустим, человек уже, когда доходит до двух-трех сигарет, он уже учится контролировать свою зависимость. И наступает день, когда он полностью готов отказаться. Поэтому здесь помогают, конечно, препараты тем, у кого стаж уже к 20 годам и более. Согласно статистике, больше половины тех, кто бросал курить, снова закуривают в течение первого года. Именно поэтому Центр семейного здоровья старается не терять из виду своих пациентов на протяжении 12 месяцев. Сильная мотивация и психологическая поддержка – все это позволит человеку достичь своей заветной цели. Очень важна поддерживающая терапия в течение трех, шести, ну до года. Считается, в течение года человек может испытывать такой срыв. Но мы всегда говорим пациентам, что даже если у вас произошел срыв, и вы там, допустим, закурили или после какого-то стресса, то есть не останавливать, не начинать дальше, а прийти и как-то проработать эту проблему и продолжать дальше. То есть уже бросать как бы, ну и работать над собой. В третий четверг ноября в Казахстане отмечается Международный день отказа от курения. Специалисты антитабачного центра 4-й поликлиники совместно с Центром формирования здорового образа жизни ТОО «ТВКИЗ-4» призывают карагандинцев позаботиться о своем здоровье, о самом ценном, что есть у каждого человека. Об этом же твердят и те, кто пришел за помощью. Молодым лучше желательно не курить и не начинать. А если возможность, пусть бросают, если жить хотят. Андрей Тен, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И еще об одном. Огонь, друг и враг человека. Среди жителей города проводится профилактическая работа во избежание возникновения пожара. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям разъяснили гражданам правила использования печного отопления. Сейчас делаем, что печное отопление началось. Поэтому мы сейчас остаемся вместе с студентами колледжа нашего, будущих спасателей. Целью данного рейда является предотвращение пожаров в частном секторе. В рамках мероприятия с горожанами были проведены профилактические беседы и инструктажи. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности при использовании бытового газа, электрооборудования и печном отоплении. С начала отопительного сезона сотрудниками управления по чрезвычайным горы Кадыды на постоянной основе проводятся рейды по дворовых обходах жилого сектора, используя для печное отопление. Целью данных мероприятий является минимизация пожаров среди населения. В проведении рейдовых работ внесли свой вклад студенты, обучающиеся по специальности пожарная безопасность. Данная практика используется для большего охвата населения. По словам инспекторов, это позволит студентам стать квалифицированными специалистами. Мы рады тому, что сегодня помогаем нашим будущим коллегам в их работе. Это большой опыт. В будущем, когда придется проводить подобные мероприятия, нам уже будет легче работать с жителями. Данные мероприятия будут продолжаться на протяжении всего отопительного сезона. Напомним, с начала года в регионе зарегистрировано более 500 пожаров. В результате погибли 12 человек и 11 получили ранения. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Димофеев, Первые Карагандинские. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстер. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин